Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Александр Истомин. Сегодня в программе. Когда строился наш коттеджный участок, вот здесь, на улице Южной, мы просили, чтобы нас включили в эту программу по газу. Нам сказали, что этот участок не перспективный. Проблемы газификации улицы Вишневой, села Пешково. Второй сезон вокально-театрализованного шоу «Сцена». Глава администрации Владимир Рощупкин провел планерное совещание с заместителями. Сегодня состоялось еженедельное совещание главы городской администрации Владимира Рощупкина с заместителями. Первый вопрос в повестке дня подведения итогов прошедшего 8 октября общегородского субботника. Как и читался заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству Анатолий Рибаконь, за время работ были собраны тонны опавших листьев и различного мусора. Чтобы его увезти, мусоросборочной технике потребовалось совершить более 200 рейсов. Что касается профилактического отключения воды, то утром в воскресенье ее подача была возобновлена. К середине дня вода подавалась нормальным давлением. Из-за напора произошло несколько порывов. Самые крупные по улице Ленинградской и на пересечении улицы Мира и Маяковского. Проведенные профилактические работы позволили подготовить водопроводную тепловую сеть города к началу отопительного сезона. Запуск отельных на сезонный режим работы начнется уже со вторника, 11 октября. Продолжаются стартовавшие на прошлой неделе работы по ямочному ремонту городских улиц. Объявлен конкурс по определению подрядной организации по щебенению нескольких азовских дорог. Людмила Улихина совместно с пресс-службой администрации города. В Большом зале администрации прошло совещание руководителей служб социальной сферы. Основными темами обсуждения стали военно-патриотическая игра «Орленок», тестирование школьников на предмет употребления психотропных веществ и участившиеся случаи ухода подростков из дома. Еженедельная социальная планерка прошла сегодня в администрации города. Начальник департамента социального развития Андрей Клянзин доложил об областном конкурсе «Сильному государству здорового поколения», который на прошлой неделе прошел в Азове. Для участия в этом проекте в наш город съехались творческие коллективы Ростовской области. Всего было представлено 12 коллективов, около 120 участников. Это зональный конкурс областного фестиваля «Сильному государству здорового поколения». Победители будут вывешены на сайте. Дальше, значит, будет уже в Ростове проведен еще один этап этого конкурса. Там уже будет объявлен победитель Ростовской области. Начальник управления образования Михаил Макеев проинформировал присутствующих о проведении в Азове военно-патриотической игры «Орленок», о тестировании старшеклассников на предмет употребления психотропных веществ в рамках региональной проверки. На неделе сегодня на территории 15-й школы, на базе 15-й школы, будет соревнование проходить дальнейшее спортивное. Там сдача норм, в том числе и по легкой атлетике, по преодолению полосы препятствий и так далее. Будет строевая подготовка, будет медицинская подготовка в этой игре, ну и так далее. То есть все шесть этапов будут проходить. Увеличилось количество случаев бродяжничества детей, отметила ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Галина Ибрагимова. Замеситель главы администрации Виталий Белов предложил проводить лекции, направленные на профилактику подобных явлений. Собрали там несколько школ, в которых есть какая-то проблема. И обсудили узким кругом специалистов, с привлечением специалистов. Надо наркологов. Взяли наркологов, взяли психиатр, психолог и так далее. Есть другая проблема. Пригласили другого профиля. Надо здравоохранение. Кого надо? Полицию. Давайте, я думаю, что нам никто не откажет. Система профилактики, она и должна работать как система профилактики. Мы должны реагировать на возникающие угрозы, а не ликвидировать последствия. Также на совещании озвучили факт административного нарушения, которое произошло в отношении несовершеннолетнего подростка. На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав был рассмотрен материал, когда сотрудниками ПДН был задержан несовершеннолетний гражданин города Азова возрастом 12 лет, который в магазине «Океан», он это подтверждает, купил для собственных целей бутылку вина, причем сказал один. 1 сентября. 1 сентября. И распил ее во дворе дома, в котором находится магазин «Океан». Но сам факт того, что несовершеннолетнему 1 сентября было продано спиртное в центре города, то есть говорит о том, что люди просто игнорируют действующее законодательство, действующие нормы регионального законодательства, которые ограничивают в дни выпускных 1 сентября продажу спиртного. То есть безобразие, на которое дано поручение реагировать. И главу администрации города я проинформировал об этом. Людмила Улихина, Екатерина Четверикова, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Люди, проживающие на улице Вишневая в селе Пешково, окруженные газопроводами, вот уже на протяжении 8 лет ждут, когда голубое топливо появится и в их домах. Бесчисленные жалобы жителей ни к чему не привели. Возможно ли решить давнюю проблему, выяснили наши корреспонденты. В редакцию 5 канала обратились жители села Пешково, которые на протяжении 8 лет безрезультатно обращались в различные инстанции по поводу газификации улицы Вишневой. Стоит отметить, что на соседней улице Южной, в элитном коттеджном поселке, давно проложены газовые сети. Когда строился наш коттеджный участок, вот здесь вот, на улице Южной, мы просили, чтобы нас включили в эту программу по газу. Нам сказали, что этот участок неперспективный, что, ну, выходит, что люди, мы живем как с табличкой неперспективные люди. Была до этого глава сельского поселения Олейник Елена Александровна, которая потом нам выяснили, мы в Межрайгазе, что, чтобы удешевить стоимость вот этого проекта по улице Южная, нас просто отрезали. Как она сказала, эта улица неперспективная, она мне сейчас не нужна. У нас такая ситуация сложилась, когда велось строительство коттеджного поселка, и по расчетной схеме на улице Вишневой должен быть стоять одно ГРПШ, и на улице Южная, где коттеджный поселок. Ну, не знаю, по каким причинам, я тогда не работал, установка ГРПШ, то есть с высокого давления там на среднее, на низкое давление было произведено на улице Южной. Это затруднило строительство газопровода на улице Вишневой. Неизвестно, чем именно руководствовалась прежняя глава администрации, лишив жителей, в 100 метрах от которой проходит газопровод, возможности пользоваться газом. Близится зима, а им по-прежнему придется отапливать дома дровами, углем или соляркой. В Горгаз обращались, там вообще нам ответили, пришел ответ, что эта улица является неперспективной. Так выходит, тогда вот мы здесь живем 15 лет, и дети наши здесь выросли, в школу отходили, и внуки теперь растут. То есть они тоже как бы являются неперспективными людьми. Получается так, раз улица, собирайтесь сами, делайте кооператив, складывайтесь. А что нам тут тянуть? Вот мы 15 лет живем. ГРП ставить, линию тянуть, все это мы не потянем просто. Сибиряки Елена и Владимир Глушенко приехали в Пешково полтора года назад. Купили участок и начали строительство дома, которое осложняет неопределенность перспективы годификации улицы. Мы до сих пор не знаем, какую систему отопления закладывать. То ли все-таки надеяться, что газ рано или поздно будет, то ли не верить и полагаться только на себя, и отапливаться электричеством. Когда мы добирали, где бы нам обосноваться, почему выбрали Пешково, Пешково показался замечательным населенным пунктом, очень благоустроенным, зеленым. Поразили хорошие улицы, асфальтовые. Когда приехали сюда, увидели замечательное поле. Даже мысли не было, что кто-то вот эту улицу может посчитать неперспективной. Мы видели за вот это лето, пока строимся, столько людей, подъезжающих и интересующих. С Батайска, с Юга, с Александровки подъезжали люди. Хотели бы купить участки, переселиться. Но как только узнают о газе, немая сцена, начинают, ну, так скажем, образно, чесать репу и подумывать не переселиться или где-то в другом месте купить. Из-за того, что начинают наводить справки и считают, что, ну, пока это все будет, неизвестно. А заселиться охота быстрее. По словам жителей улицы Вишневой, они чувствуют себя забытыми местной, а также районной властью. Хоть бы кто-то приехал, посмотрел, сказал, ребята, ну, вы хоть вот так сделайте, а мы вам вот так вот поможем. Или вы вот, допустим, соберитесь там как-то частично заявлением, там немножко денюшек, а мы вам там вот от государства вот так столько дадим. Да, хотя бы хоть какие-то разговоры велись, просто какой-то диалог, что ли, начать, вести. Вот, просто ж ни о чем, просто бумажки туда-сюда ходят и все. Как выяснилось, власти о проблемах сельчан все-таки помнят. 11 марта администрация поселения получила положительное заключение экспертизы на проект капитального строительства внутрипоселкового газопровода по улице Вишневой. Нам пришлось вновь проектировать, с южной вести, то есть проектные работы по строительству газопровода среднего давления 424 метра. И уже оттуда мы запроектировали газопровод низкого давления 616 метров. Это по улице Вишневой, это первая очередь. Стоимость работ порядка двух миллионов рублей. Понятно, что в бюджете поселения таких денег нет. Но, как заверил Сергей Лишенко, строительство газопровода по улице Вишневой включено в программу газификации Ростовской области на 2017 год. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Интересную находку обнаружили археологи Азовского музея-заповедника на раскопе по улице Седошенко. Погребение 14 века было обнаружено недалеко от Кирсановой балки, где в данный момент проходят работы по ремонту ливневой канализации. В настоящее время археологи Азовского музея-заповедника проводят исследования на участке по улице Седошенко. Объектом изучения стал один из городских могильников 14 века. В 14 веке рядом с Кирсановой балкой находились могильники, которые принадлежали группам городского населения наиболее своеобразным. А здесь наиболее необычные погребения встречаются. И на этом маленьком раскопчике мы ожидали вот что-то такого новенького и необычного. И наши ожидания блестяще подтвердились. Погребенные здесь люди относятся к одной изолированной группе городских жителей. Они сопровождаются погребальным инвентарем. Нож и кресало в мужском погребении, а зеркало серьги и ножницы в женском. От основной части города могильник отделялся глубокой балкой, в народе названной Кирсановой. Впервые за весь период раскопок на территории Зуа удалось обнаружить могильник кочевников, осевших в городе. Погребения подобных типов встречаются на сельских некрополях, но вот как-то не случалось в городе. Значит, они оба с инвентарем. Инвентарь типичен, опять же, для золотардынских погребений. В частности, в женских золотардынских погребениях очень часто встречаются набор из зеркала и ножниц. В восточных районах средневекового города археологами найдено уже 17 ангонов. Ангон – дух предка семьи или рода, его культовое изображение в культуре монгольских и тюркских народов. Последний из них был найден на роскопе по улице Дзержинского. Людмила Улейхина, Валентин Сираж, Александр Стомин, Азов.Инфо. Второй сезон музыкального шоу «Сцена» состоялся в минувшую пятницу в городском дворце культуры. Подробности в материале Германа Токарева. В минувшую пятницу в городском дворце культуры состоялся второй сезон вокально-театрализованного шоу «Сцена». Несмотря на то, что в прошлом году проект провалился по ряду причин, в числе которых нагромождение номинаций, затянутость и отсутствие декораций, в этом организаторы решились на вторую попытку. Добрый вечер, уважаемые зрители! И снова здравствуйте! Во многом второй сезон шоу «Сцена» оправдал себя. Проанализировав ошибки прошлого года, организаторы сократили количество участников, ввели тематическую линию, посвященную году кино, продумали декорации. Конкурсные номера были выдержаны в рамках единой концепции и представляли собой каверы, говоря иначе, перепевы на композиции из легендарных советских фильмов. ПЕСНЯ «Уно, уно, уно, уно комплементно! Это Сакраменто, Сакраменто, Сакраменто!» ПЕСНЯ 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 Система судейства в этом году также понесла ряд изменений и стала открытой. То есть жюри выставляло оценки непосредственно после выступления конкурсанта, что позволяло зрителям и участникам контролировать процесс судейства. ПЕСНЯ Открытая система судейства. Много месяцев в том году я добивался, чтобы эту открытую систему наконец-таки ввели в Азове, но возник такой вопрос. Не кажется ли, что вы ее внедрили наполовину? То есть, почему жюри выставляло только в открытую оценки, но ничего не давало, никакие напутственные слова, ни рекомендации? Почему вот вы этот момент проигнорировали? ПЕСНЯ Абсолютно согласна. Действительно, она внедрена не до конца. Но мы, естественно, будем работать в этом направлении. То есть, такая пробная ласточка. Посмотреть, какая будет реакция у зала, какая будет реакция у самих конкурсантов. Ведь это сложно сразу видеть и понимать, что уже это не Гран-при, уже не первое место. Потому что, ну, некоторые очевидные были моменты. Вот. Конечно, у нас лежал микрофон, мы могли что-то добавить, но пока решили попробовать. По первоначальной задумке организаторов, сцена позиционируется как конкурс вокально-театрализованного мастерства. Согласно этому, жюри оценивает номер в целом, без акцента на вокал или постановку. Данный пункт пока вызывает ряд вопросов, так как театрализация в прямом смысле этого слова была по большому счету всего у нескольких участников. Я начал жить в учебах городских и любых слов. Я не слыхал, когда ласкали вы детей своих. Я есть в Россию. Я самерсал. Если в прошлом году мы ввели только этот конкурс, да, люди не понимали, что делать, то есть как это можно петь и еще что-то ставить, как режиссеры они не могли себя раскрыть. Вот. В этом году абсолютно, ну, не абсолютно все, но 99% вот номеров – это вот полностью задумка участников. Вы не боялись, что участники, как люди непрофессиональные в режиссуре, могли просто испортить номер? Конечно, такой есть, как скажем, шанс, что не получится у них. Ну, по-моему, достаточно качественно они сделали с той точки зрения, как мы рассчитывали. Наверное, все-таки актерское мастерство. Песня – это, как я говорил уже когда-то, порыв души, то есть, и его нужно показать. То есть, если ты не чувствуешь песню, хоть каким образом не старайся, то есть, ты не сможешь просто достичь того внимания зрителя, которое должно быть. Я скажу, что важно и то, и то. То есть, вокал, конечно, само собой нужно красиво спеть и правильно. Актерское мастерство помогает выразить все эти чувства, весь тот смысл, который заложен в данной песне. Мне кажется, больше театрализация играет роль. Вокал, как бы, тут многие люди, которые не поют, вот, но у них хорошая постановка именно театрализованная. На самом деле, мне кажется, должна быть какая-то гармония. Песню можно показать и вокалом, глазами, мимикой. Все, а движение можно не делать вообще. Владислав Крыштопа – неоднократный лауреат вокальных конкурсов. В шоу «Сцена» попробовал себя в качестве ведущего. Влад признается, вести программу подобного уровня – дело нетрудное. Однако несколько сложных моментов все-таки было. Так как вы работали, как ты говоришь, в большей степени на импровизации. Почему так мало было импровизации? Импровизация. Я сидел и считал. После каждого номера участникам вы задавали вопросы из двух категорий. Первый – почему выбрали эту песню? И второе – кто тебе помогал в постановке номера? Ну что, Саша, почему? Почему именно эта песня? Ну что, ребят, рассказывайте, как вот пришла идея этого номера. Почему именно эта песня? Почему эта песня? Давай рассказывай, что, как, почему, почему эта песня. О чем еще можно было бы с ними поговорить и почему об этом не поговорили? Очень такой вот интересный вопрос. Можно было бы поговорить вот с ними обо всем. Узнать вот, как прочувствовал эту песню. Почему вот, какие эмоции ты испытывал, когда пел эту песню. То есть, ну, вопросы можно было разные поздавать сейчас. Почему не поговорили об этом? Как бы все-таки время эфира, так сказать, сжато, и нужно было работать быстро. Ну, как-то же разнообразить можно было. Конечно. Ну, мы учтем в следующий раз эти нюансики все. Ты довольна своим ответом? Нет. Третий сезон будет? Посмотрим. Не могу с уверенностью сказать. Вот посмотрю я со стороны, что получилось, тогда скажу. По моему мнению, по сравнению с прошлым годом, сцена, вне всяких сомнений, поднялась на уровень выше. Но пока что это только вокальный конкурс. Глубоко проработанной театрализации, которая должна была бы выделять данное шоу из числа других конкурсов Азова, в нем не было. Герман Токарев, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсоры прогноза. Компания Азовстрой построит дом вашей мечты по индивидуальному проекту. И выставка продажа Михайс Пятигорска. Верхняя одежда для всей семьи. До свидания. Компания Азовстрой. Ремонт под ключ в вашей квартире или частном доме. Доступно, качественно и быстро. Команда профессионалов выполнит весь спектр услуг от дизайна интерьера до строительно-отделочных работ. Наш телефон 226-0077. Азовстрой. Мы построим дом вашей мечты по индивидуальному проекту. Спешите. 11 и 12 октября. В Азове состоится выставка продажа меха из Пятигорска. Верхняя одежда для всей семьи. Шубы, дубленки, шапки, кожаные изделия, плащи и куртки. 11 и 12 октября с 9 до 19 часов в ГДК. 11 октября ясно. Температура днем плюс 11, плюс 13 градусов. Температура ночью плюс 6, плюс 8. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 69%. Уровень воды в реке Дон на 47 сантиметров выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 12 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Гомофон в норме. Субтитры создавал DimaTorzok